Доброго утра! В 2023 году отмечается столетие российских прыжков в воду. Этот спорт активно развивается, между прочим, и в нашем городе. Почему им стоит заниматься, каких успехов можно добиться, поговорим с нашими гостями. У нас в гостях тренер высшей категории мастер спорта СССР, неоднократный призер и победитель всесоюзных соревнований по прыжкам в воду Татьяна Ермолаева. Доброе утро! Доброго утра! И спортсмены наши, член сборной команды Свердловской области, кандидат в мастера спорта, призер первенства России, кандидат в сборную России по прыжкам в воду Аделисия Тоскаева и член сборной команды Свердловской области, кандидат в мастера спорта Борис Тоскаев. Доброе утро! Доброе утро! На прошлой неделе во дворце водных видов спорта в Екатеринбурге завершился чемпионат России по прыжкам в воду. Рассказывайте, как он прошел, какие результаты? Ну, чемпионат России прошел, ну, скажем так, не на очень хорошем уровне. Не так бы хотелось, как вот было. Это все-таки такое большое, знаменательное событие. Это действительно чемпионат, куда съезжаются все лучшие спортсмены России. Был вопрос, конечно, к организаторам проведения соревнований. Вот. И, естественно, к пропускной системе. То есть люди, приобретавшие билеты, они не могли попасть туда. Не было общественного транспорта, не было продумано. Вот в чем проблема. А у кого есть свои машины, приехали туда, опять пропускная система, не могли попасть. То есть билеты продавали на сайте, не было билетов. То есть многие люди не знают даже, что есть такой большой, огромный, построенный у нас в Екатеринбурге, дворец комплекса спортивных видов, ну, вот, водных видов спорта. Вот. И все это из-за чего, естественно, не было рекламы. Ну вот. Надо было к нам как-то обращаться, приходить. Не было баннеров, вот этих вывесок, что вот проходит чемпионат России по прыжкам в воду в Екатеринбурге. Приходите смотреть. А как прошло? Какие результаты? Поделитесь. Результаты? Соревнования прошли сами по себе, конечно, очень масштабно, очень хорошо, красиво. Ребята были все довольны выступлением, показали много хороших результатов. Наши девочки сборной России, Кристина Ильиних, заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка России, воспитанница тренера, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России, Валова Инната Львовна, заняла первое место с однометрового трамплина и в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. А также Евгения Селезнева, тоже мастер спорта, также была бронзовым призером с трехметрового трамплина. А ребята выступали? Нет, они еще маленькие. Еще маленькие. Но все равно к вам вопрос. Да, конечно. Столько медалей написано Бориса Делиси, это все ваше? Да. Подождите, а можно нескромный вопрос вам? Сколько лет сейчас? Двенадцать. Двенадцать. У всех по-разному. Так, двенадцать. Двенадцать. И? Двенадцать. Двенадцать, да. А, тоже двенадцать. Ну, расскажите о своих достижениях. За что такое количество медалей? Может быть, какие-то самые запоминающиеся соревнования были? В Ладониде Лига Чемпионов, самая запоминающая его медалька. Двенадцать третьей. Вот это? Да. Вот это, да. Какая красивая, необычная форма. А почему сам запоминающийся именно это соревнование? Лига Чемпионов, она попала в тройку лучших, сильнейших. И поэтому вышла в юные чемпионы, в юные олимпийцы. Ого! Здорово. Бориса, у тебя? У меня самые запоминающие это три золотые медали с Челябинска. Вышка три метра и один метр. Не страшно? Нет. Расскажите, как идет развитие этого вида спорта в нашем регионе? Какие есть успехи и результаты именно у спортлавчан? Ну, у нас есть две школы. Это спортивный комплекс юность, бассейн юность и дворец молодежи. Вот опять же, за счет рекламы. Приходите, занимайтесь, приводите детей. Ждем вас. Мало. Маленький набор идет детей в секцию, потому что не знают, что есть такой вид спорта. Вот. А так, после небольшого вот затишья, когда все были на дистанционном обучении, сейчас вот возобновились как бы занятия опять, все. И растет юное поколение. То есть, получается, в ванной прыжке отрабатывали? Ну, ладно, это я на самом деле шучу. Мне вот интересно, а как судят соревнования? То есть, ну, прыжок в воду, это же вообще раз, 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 и все очень быстро. Как судят? Ну, судейство в индивидуальных прыжках идет, ну, составляет 5-7 человек судей. Вот. А в синхронных от 9 до 11. То есть, два первых высоких балла убираются, два низких балла убираются, остальные оценки суммируются и умножаются на коэффициент сложности. При этом судьи смотрят на чистоту исполнения прыжка, на высоту полета, на движение и входа в воду, естественно, без брызг. Чтобы не было вот этих вот фонтанчиков. Как мы говорим, должен быть вход погашен. Ага. А расскажите, ну, вы все-таки на каком-то профессиональном, спортивном пути находитесь, и каждый вид спорта наверняка травмоопасен. Что обстоит с прыжками в воду? Как дело обстоит? Ну, понятное дело, что без травм не обходится, но, как говорится, мы это избегаем, стараемся избегать. Естественно, просчитываем тренировки, нагрузку. Все сначала от простого к сложному. Сначала отрабатываются прыжки в зале, на сухом трамплине, на батуте, акробатической дорожке. Все. А потом уже постановка этого прыжка выносится на воду. На сухом? В трамплине. А, трамплине. То есть вы, получается, прыгаете в песочницу? Нет, там. На маты. А, на маты. Или такие поролоны. С каким интересом, Адалисия сказала? Ребята, почему вам нравится заниматься прыжками в воду? Мне лично нравится, когда вылетаешь, чувствую полеты, чувствую контроль над своим телом. Полностью чувствуешь винты, вращение вперед-назад. Это очень приятно. И особенно, когда вход гасишь, утягиваешься, очень приятно. Вода тебя обмывает. А Дэдис, а у тебя? Ну, мне тоже нравится чувство полета. И само... Мне нравится крутить сальто всякие. Ну, сложно вообще описать. Я согласен. Столько чувствую эмоций, когда, мне кажется, испытываешь и летишь. Можно коротко еще один буквально вопрос? Коротко. Есть ли у вас какие-то ритуалы перед прыжком? Да. Может, погладите доску, потрогать воду перед тем, как подниматься на вышку? Ритуалов нету, но вот с волнениями в учебе помогают учителя из гимназии 120, чтобы не было долгов, оценок плохих. Потому что мы постоянно на сборах и на соревнованиях. Получается, привез первое место, можно по русскому языку диктант написать. Молодцы, ребята. Но мы желаем вам успеха. Спасибо, что пришли. Спасибо большое, что пригласили. Сегодня у нас в гостях были тренер высшей категории, мастер спорта СССР, неоднократный призер и победитель всесоюзных соревнований по прыжкам в воду Татьяна Ермолаева, член сборной команды Свердловской области, кандидат мастера спорта, призер первенства России, кандидат в сборную России по прыжкам в воду Аделисия Тоскаева и ее брат, член сборной команды Свердловской области, кандидат мастера спорта Борис Тоскаев.